Восьмой день чемпионата мира по футболу в Самаре отметился официальным матчем на стадионе Самара-Арена между сборными Австралии и Дании. А те, кто не смог купить билеты на этот матч, могут посмотреть эту игру на большом экране на фан-фест FIFA в Самаре на площади Куйбышева. С каким настроением и с какими прогнозами смотрят эту игру самарские иностранные болельщики, мы узнаем прямо сейчас. Мне кажется, Дания фаворит. Дания выиграет в этом матче. У нее достаточно сильные игроки. И они, на мой взгляд, не упустят победу в этом матче. Я считаю, 2-1 будет. Мы болеем за Австралию, поэтому 3-1 Австралия против Дании. А почему вы могли бы оба себе выиграть? Нет. Мы как тот вещий зверек. Просто чувствуем. Мы не особые фанаты, пришли просто посмотреть. Поэтому пусть победит дружба. Кроме просмотра трансляции матчей на большом экране, посетителей фан-феста ждет и большая развлекательная программа. Перед гостями и жителями города выступает Волжский народный хор, Волжские казаки и инструментальный коллектив «Бадабум Шоу». Ну а в пятницу на площади Куйбышева программа фан-феста стартует, как обычно, в 2 часа дня с концертной программы. А в 4 часа вечера мы увидим на большом экране матч между Бразилией и Коста-Рикой. Трансляции из Санкт-Петербурга. А в 7 часов вечера стартует эфир из Волгограда, где сразятся сборные Нигерии и Исландии. А закончится футбольный праздник в 10 часов вечера матчем между сборной Швейцарии и Сербии в Калининграде. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.